Рэкет на государственном уровне. В Госкомитете национальной безопасности даже не скрывают того, что занимаются грабежом. Сегодня в ведомстве открыто признались, что присвоили почти миллиард сомов, отнятых у бизнесмена. Причем не имея на это ни малейшего основания. Подробности через секунду. Всем привет! Канеметов с вами. 19 августа в ГКНБ рапортовали о задержании бизнесмена Джурата Абдулаева, который, как выяснилось, владеет целым арсеналом оружия. Автоматы, пулеметы, различные ружья и даже бронетранспортер. Мы все тогда сильно удивились, зачем человеку столько всего. Чекисту возбудили дело. Ни у кого вопросов не возникло. Раз человек нарушил закон, надо отвечать, мол, незаконное хранение оружия – это преступление. Журат Абдулаев не просто бизнесмен. Он один из крупнейших предпринимателей страны. У него молочный завод с миллиардным оборотом, у него центр отдыха Гавайи, приносящий миллионы, плюс отели и много чего еще. Мы все знаем, что денег у Джурата хоть лопатой гриби. Еще тогда, 19 августа, мы заподозрили неладное. К бизнесмену такого масштаба просто так не приходят. Оружие и БТР – это просто повод. Контору интересуют деньги. В первую очередь деньги. Так и вышло в итоге. Итак, напоминаем. Джурат Абдулаев задержан за незаконное хранение оружия. Раздел 8. Преступление против общественной безопасности и общественного порядка УК КР. Но потом все произошло ровно так, как мы и предсказывали. Сотрудники ГКНБ вскоре почему-то ворвались в офис молочной компании «Юмит», разворошили бухгалтерию, вскрыли сейфы и обнаружили, о боже, деньги. Какой кошмар. У предпринимателя нашли наличные. Я просто похлопаю. 800 миллионов сомов. Все, что нашли в сейфах, изъяли. На каком основании – непонятно. И вот сегодня в ГКНБ объявили. Все эти деньги теперь принадлежат конторе. В рамках расследуемого дела у обвиняемого было изъято более 800 миллионов сомов, происхождение которых он не смог объяснить. По результатам проведенного расследования и судебного разбирательства, изъятое оружие, в том числе охотничье и техника, переданы в распоряжение МВД. А денежные средства, более 800 миллионов сомов, направлены в республиканский бюджет в полном объеме. Из сообщения ГКНБ. Прямо так и не смог объяснить происхождение денег. Чурат Абдулаев никогда не был чиновником, в таможне не работал. Понятно же, что деньги эти он заработал сам. А зачем столько денег держать в офисе? Коллеги Абдулаева по молочному бизнесу еще тогда разъяснили ситуацию. В сезон суточная приемка по молоку, сырье, составляет около 500 тонн. Если литр молока оптом на данный момент стоит 29-30 сомов, то эта сумма будет 15 миллионов сомов в день. По стратегии любой такой производственной компании, которая работает до определенного момента на склад, финансовые запасы идут в расчете на месяц или 45 дней как минимум. Это значит, в кассе должны находиться как минимум 500 миллионов сомов. Сейчас я не учитываю еще и зарплаты и другие сопутствующие расходы на производство. Поверьте мне, как производственнику, что сопутствующие расходы тоже очень колоссальные. Бизнесмен купил себе свободу. В обмен на 800 миллионов сомов его освободили из-под стражи. Даже суд был, оказывается. Полученное в ходе следствия заключение соответствующей экспертизы подтвердило ранее предъявленное ему обвинение в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В ходе следствия по инициативе обвиняемого с ним было заключено соглашение о признании вины в инкриминируемом преступлении. Расследование было окончено. Материалы переданы в Первомайский районный суд Бишкека. 12 сентября приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч сомов. Из сообщения ГКНБ. Что-то тут не сходится. За незаконный оборот оружия всего лишь штраф быть такого не может. Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного, охотничьего и боеприпасов к нему, а равно боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств, наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч расчетных показателей или лишением свободы до пяти лет. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи в отношении двух и более единиц автоматического оружия или оружия, предназначенного для одновременного поражения двух и более лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Из уголовного кодекса. У Джурата Абдулаева нашли пулемет. Если говорить на языке юриста, это оружие, предназначенное для одновременного поражения двух и более лиц. Так почему всего лишь штраф? Он должен был получить как минимум пять лет тюрьмы? Теперь понятно, каков стиль работы Камчебека Аташиева. Всех убить! Все отнять! Сотрудники ГКНБ за последний год, собирая, начиная от миллион, два, пять, десять, сто, двести, миллиард, два миллиарда, вот собрали семь с половиной миллиарда. Сколько денег получил лично председатель ГКНБ за положительное решение вопроса, мы наверняка узнаем. Но не сейчас, а потом, когда он уйдет со своей должности. Ну а пока ни один предприниматель не может себя чувствовать в безопасности. В любой момент в офис может нагрянуть спецназ Альфа, цепные псы, готовые по сигналу ФАС разорвать кого угодно. Ни один добросовестный инвестор после таких кейсов не захочет вкладывать деньги в Кыргызстан. Бизнесмен, как и гражданин, не обязаны объяснять, откуда у них деньги. Только чиновники. Здесь действует презумпция невиновности. Государство должно доказать, что деньги незаконные. Просто беспредел. Так к любому завтра могут прийти. В бюджет государства Джурат Абдулаев перечислил 800 миллионов сомов. А в карман экидосов сколько? Бизнес-омбудсмен бьет тревогу. Несмотря на принятые в начале 2021 года президентом Садыром Джапаровым указы о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, устанавливающей недопустимость необоснованного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, эти негативные факты все же имеют место. Давление, в том числе неправомерное, на бизнес продолжается. Это может неблагоприятно отразиться на привлекательности деловой среды и инвестиционном климате страны, особенно в нынешний кризисный период. Из заявления бизнес-омбудсмена. Идем дальше. Очередное противостояние в блоке двух друзей в отношении министра энергетики Доскула Бекмурзаева возбудили два уголовных дела по фактам злоупотребления должностным положением. Следствие ведет Генеральная прокуратура. В 2021-2022 годах министр энергетики Доскул Бекмурзаев отправил за счет бюджета сотрудников в заграничные командировки ВОАЭ, Турцию, Узбекистан и Россию. Эти люди не являлись специалистами в соответствующей отрасли. В итоге государству нанесен значительный материальный ущерб. Кроме того, Доскул Бекмурзаев во время капитального ремонта объектов оздоровительного комплекса «Теплые ключи» причинил ущерб частной фирме на сумму более 15 миллионов сомов. Действия чиновника привели к грубому нарушению интересов государства и частных лиц. Из сообщения Генеральной прокуратуры. Доскул Бекмурзаев под стражу пока не взят. Еще бы, у прокуратуры, как известно, пока нет своего спецназа. А так, думается, без маски шоу не обошлось бы. В возбуждение уголовных дел министр узнал из СМИ. По крайней мере, он так и заявил. Это личные хотелки Генерального прокурора. Мне бояться нечего и убегать я не собираюсь. Генеральный прокурор предвзято относится ко всему, потому что хочет продавать счетчики. Я отдельно по этому поводу через неделю дам пресс-конференцию и все расскажу. Источник 24 КИДЖИ. Доскул Бекмурзаев – человек Садыра Джапарова, а Курманкул Зулушев тяготеет больше Камчебеку Ташиеву. Генпрокурор не в первый раз атакует команду президента. В начале лета он в связке с главой ГКНБ вывел из игры эксцентричного министра здравоохранения Алымкадыра Бишиналиева, который, как известно, тесно дружит с семьей президента. Садыр Джапаров не смог спасти друга и вернуть ему кресло. Прости, друг. Совпадение или нет, Садыр Джапаров и Доскул Бекмурзаев виделись только вчера. Вместе поздравляли в Джалабаде работников и ветеранов нефтегазодобывающей отрасли Кыргызстана. А сегодня бац и уголовное дело. Точно так же было и с Алымкадыром Бишиналиевым. Утром он гулял на Иссыкуле с президентом, а после обеда за ним пришли альфовцы. Камчебек Ташиев все больше и больше усиливается. Он наращивает ресурсы, строит по всей стране служебные здания для ГКНБ и жилые дома для чекистов, пытаясь заручиться их лояльностью. Не забывает он и зарабатывать политические очки. Для этого ему приходится влезать в сферы, которые совсем не имеют отношения к ГКНБ. Не так давно председатель ГКНБ съездил в Джалабадскую областную больницу и даже взял на личный контроль «работу по обеспечению необходимой инфраструктурой для улучшения условий жизни людей». Вот как. На людях два друга демонстрируют крепкую дружбу. Вот сегодня вместе базу беспилотников открыли. Отсюда управляют турецкими байрактарами. А на этом у меня всё. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канат Канеметов. Всем мира! Субтитры подогнал «Симон»!